ну еще здорово благодарю вас за вашу службу не могу похвастаться тем слушаю говорите здравствуйте добрый день как как ваше самочувствие как погода как 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 вообще мы все показываем в роликах так вы увидите погода хорошо выставляем в интернет вы не против слава богу не против нет не против но я знаю надо мне сказать что было я хочу вас выслушать как у вас это дело с переездом тогда было намечено а мы спасибо слава богу очень вашими молитвами в том числе мы уже практически переехали еще два месяца осталось вот такие в общем то получились варианты что мы смогли продать в дорогом районе купить деревню деревне сюда дешевле вот и и будем уходить от долгов но почти почти еще немножечко остается то есть вот такая задача потому что работать по две недели на банк это жизнь никуда не годится мы тогда с вами общались по поводу долгов помните бы долго то есть долг это грех или нет нет это не грех это проклятие это глупости и как сказано с соломона мудрости соломона это по-русски должник есть раб взаимодавцы и что дальше не можете служить двум господам вот и все так и мы получается сидим трудимся отдаем должное ежемесячно и пробу только не отдай вот где хозяин с плеткой вот в общем немного двигаемся в этом направлении и слава богу это не так быстро здесь все получается но все все пока хорошо так вы сейчас находитесь еще на старом месте мы продали дом и и снимаем маленький ну такой ману такой небольшой домик и ждем пока построиться дом на новом месте а почему ждете они сами строите но потому что в австралии самостоятельное строительство невозможно как так но потому что есть деятельности которые лицензируются и например строительство дома включает себя лицензионной деятельности по укладке фундамента то есть это человек который должен получить лицензию от государства также это касается кирпичников также это касается сантехников электриков и работой с кровельными работами то есть это только лицензированный может это сделать если я его сам построю никто меня за руки хватать не будет то я его не смогу ввести в эксплуатацию и никогда в жизни его не смогу продать то есть это будет просто рухль материалов для в плане закона и получается что я не смогу не подключить не газ не воду не электричество доковые бы построили как у нас точно также а потом оформляем и все приезжает смотрят вот я бы эти два дома то выиграл когда реабилитированным был дакту целый год они приходили пожарники делали подписывали сам педим станция теперь сантехники ну все абсолютно и потом уже в организации там уже регистрируют особенно трудно было нынче землю они тут наделали пришлось платить того это мне год надо было не пить и не есть но так как община тут молятся и все заплатили они копейки не платил а до этого когда оформлять был у меня близкие отношения с мэром города были он звонок и меня везде бесплатно я копейки тоже не платила там люди годами сидят оформляют сам ли ты строишь строить не больше если земля не твоя надо ее приватизировать а я-то купил готовые дома и они мне начинают тут два дома теперь только сделали теперь надо разделить пополам две домовые я да не надо я один а что случится то есть там свои законы но все сделали год ушел тут и пожарники приходили смотрели электрики с этими такими какими-то прибор и бьют там как сопротивление то потому что старое было где-то менять и все приняли потому что были не жилые помещения мы их сделали в жилые у меня две домовые книги прописаться можно я знаю эту историю я думаю у вас наверно так же нет вот у меня послушать я вам немного расскажу куда вообще мир идет и так как мы находимся на пике этого безумия вот на запад западных странах все так устраивается чтобы человек не мог спокойно себе питаться от земли прийти построиться и я извиняюсь даже право собственность земли это фикция это фикция то есть это это право регистрируется в государственных структурах которые обяжут тебя под эту регистрацию определенными законными требованиями то есть это не совсем так здесь это практически уже невозможно то есть настолько все зарегулировано система нету здесь нет ни одного клочка не обнесенной забором земли вообще нету то есть куда они вот как вот мы в украине могли поехать на шашлыки на природу за грибами здесь это невозможно ни одного куска земли все подписано все обнесено по закону нужно обнести забором вот и самостоятельное строительство вот как вы говорите то есть закончится сносом этого то есть это уже проверено я могу единственное что я могу строить без фирмы и это мне позволяет просто работать как прораб но я не имею права выстраивать ничего кроме кроме может быть покрасить я могу дом это пожалуйста но фундамент стены электрику сантехнику кроверные работы это только лицензированные работники иначе не будет никакого ввода в эксплуатацию это все так зарегулировано здесь что люди в общем-то находятся в каиновской какой-то системе искусственных параметров ограничений и уже принимает это за реальность невозможно просто отторгаться от системы и не и не голодать то есть ты просто умрешь с голоду вот это однозначно такая система в общем-то она уже быстро это было сделано первое то это она работает идеально и даже справедливо и защищает там и все и все но нет извините ради вашего блага и безопасности мы будем заботиться и устанавливаем определенные правила игры то что это обходится в 15 раз дороже это никого не волнует мы тебе отдадим больше денег потому что деньги они сами печатают они сколько хотят тебе столько и дадут им главное не деньги здесь главное власти контроль и управление человеком чтобы он работал он был все время должен быть занят в работе в системе трудиться не поднимая головы он не должен человек не должен останавливаться для того чтобы заниматься каким-то саморазвитием саморазвитие возможно в рамках спортивного зала вот то есть эта система была первая создана вторая второе что в общем-то отделили бога от системы почему потому что все на сегодняшний день как бы пока такая ситуация что божье христианское она имеет такое же право как и не божье допустим и до индуисты какие-то там гомосексуалисты и все это ставится в один ряд то есть все имеют право на жизнь и мы должны быть гуманными а следующий этап это запрет уже только чему вот сейчас мы подходим в австралии в частности всех большинстве стран то есть это в общем то христианская церковь подпадает под запрет как экстремистская человеконенавистническая так как она решает определенные социальные группы на право самовыражения и в частности это вот эти все гомосексуальные отношения то есть план такой здесь в австралии что понятие мать и отец будут запрещены вот это сейчас парламенте обсуждается потом ребенок может сам выбирать свой пол родители не имеет права говорить об этом церковь не имеет права об этом говорить и если же учат против гражданского закона то это незаконные действия и караются штрафами и заключением то есть это вот такой вот следующий этап сейчас подготавливается когда сначала мы такие добрые должны все 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 быть как бы иметь равные права все закрепили вот это беззаконие и многие другие беззаконие это права женщин вот эти все эти ложные сети им равенство свобода вот это всю эту бредятину вот она начинается еще с французской революции вот закрепили в правах одинаковых беззаконие вместе с законным а теперь время потеснять беззаконие то есть бога убрали теперь семью нужно развалить и следующее это уже будет частная собственность то есть частая собственность она перестанет существовать связи с тем что деньги как таковые будут из и их не будет больше будет только запись на электронном носителе который может быть в руках а может быть вшит в руку то есть это уже не какая-то теория это это уже практика в австралии будет месяц без наличных денег и очень многие радуются с флагами ходят вот как вот эти вот с радужными флагами и написано гордыня прайд и эти такие же ходят нам деньги не нужны это безопасность никакого терроризма у нас все будет на одном счету все будет и наши данные и паспорт и все в одном чипе то есть это следующий этап то есть люди будут лишены в общем-то собственности то есть это то что вот у нас на сегодняшний день получается а вы говорите дом построить самому так я хотел спросить николай а вы когда ехали в австралию то вы знали что такие порядки там но до такой степени не было вообще-то эта страна единственная наверное в мире которая пожинает самые благие плоды христианской цивилизации иуде христианский как они называют вот но сейчас приходит вот так вот просто переворачивается как корабль шел правильно а сейчас вот именно прямо на глазах это не то что он потихонечку а там отпал отсям нет он просто так вот хлоп и пузом к верху все за все шиворот на выворот ну и когда мы ехали я ничем от этого мира не отличался вы ничего такого особенного в общем то и не размышлял голове не в не было вот этого состояния свободного понимания когда ты получишь когда познать истину сделать вас свободно но были какие-то задатки потому что я молился чтобы познать эту истину я просто молился вот что есть истина и все такое но в общем то такими вот путями плутанными мы пришли к этому пониманию и теперь перестраиваем свою жизнь потому что это вся все это беззаконие жизнь она врастает корнями это не просто это не просто вот сделать давайте сегодня поменяем нет это это просто масса всяких вещей в моей жизни нашей жизни как семьи и прочее которые нужно просто обменять это труд то есть выкорчевывать и насаждать новые выкорчевывать и насаждать новые и это все совпало вот с этим вот внешним безобразием запустением в церковном приходе вот недавно справили золотые купола все хорошо месяц полумесяц уже все стоит все готово только отламывай и заходи вот большая затрата там сотни тысяч долларов потратили специалисты из россии делали но несмотря на то что я говорю о том что где-то церковь настоящий где живая с общиной я общаюсь которые прихожане там люди мирские по своей сути то есть хорошо мы пойдем и нам нужно вот это вот это вот это то есть но вот так как говорится закона божьего не знают ответить отвечают своими словами ничего и не хотят даже то есть какой-то ищут комфорт некий какой-то от посещения как концерт рахманинова может быть пришли я не знаю то есть вот такой вот какой-то но для того чтобы с этим работать необходимо больше времени а времени-то и нету потому что я должен здесь вот сейчас я с вами разговариваю а у меня вся работа горит синим пламенем почему ладно давай тогда меньше говори быстрее кончим такого что садомиты там власть имеют какую-то но вот сейчас данный момент вот как мы разговариваем в момент когда мы разговариваем одновременно в правительстве в парламенте уже в верхней палате обсуждается целенаправленный закон с изменением всей системы законодательства более двухсот пятидесяти шести законов включая конституцию изъять везде понятие мать и отец вот изъять внедрить право ребенка выбирать свой пол о том что просто чем закончится то у вас же там садом и гоморра уже ну вот вот парламенте в общем сейчас обсуждают но это на самом деле цепь цепь большой я уже вижу откуда это идет и куда это идет это все началось это неизбежно и неизбежно это и в россии как в россии этого нету стали говорить но этих геях а путин сказал у нас и так детей мало и все на этом закончилось ну пока пока нету но это это план действия главное что австралия сами люди большинство в общем-то против но но сами средства массовой информации не не пускают это мнение то есть они подконтрольные за то есть просто идет блокировка потому что отец михаил несмотря на все одно то что там туда сюда но это в эта церковь мы это прекрасно понимаем и он не не последний человек здесь со связями с парламентариями и прочими то есть он преподаватель мельбуртском университете и может там 86 лет это уважаемая личность он говорит про полная блокировка средств массовой информации для не допускается просто альтернативное мнение для того чтобы людям объяснить всю пагубность вот этих вот затей они называют социальными инженерами вот то что сейчас движение то есть это так то что было евгеника то что было при коммунизме отрицательная селекция вот а также убиение эти всех местных ими ну черного населения местного баригенского евгеника национал фашизм то есть это вот из этой вот серии вот у нас сейчас эта волна под такой формой захлестут был коммунизм был национал фашизм была евгеника а это новая волна а чего в россии не возвращаетесь но во-первых мы еще в лице надежда умирает последним это позаконодательно у нас ничего не поменялось да то есть но вот такие вот шторма идут и в общем то в общем то 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 есть у нас строится кто как хочет только проектом дает а в деревне у нас вообще никто не спрашивает какой глубины фундамент какая крыша никто никого не касается в в доме у тебя сортир будет ли на улицу будешь ходить даже в городе здесь никто самостоятельно строится человек даже в городе а это какой город-то местная столица 750 тысяч ну скажем так благоустройство городское то что как здесь все устроено она не зне она просто на порядке лучше чем в россии но это как молоток и можно башку разбить а можно гвоздики забить так вот это вот система благоустройства она хороша пока у тебя на том в на входе в эту систему но не начинают яд пускать вот и все все тебе некогда иди работай но собирай манатки свои да приезжай в потеряевку что тебе надо-то такой дом построишь дворец какой хочешь и которые там средства вкладываешь тебе можно будет построить и скотину завести и на земле будешь работать и дети нормально не будут но дети боюсь что с нами не поедут они-то взрослые уже у нас еще одна беда тут получается в общем в общем как бы мы духа не теряем живем радуемся но но сдержим по ветру потому что говорится гонят в одном городе побежим другой ну что варианты если действительно все так сложится то варианты будут не самые интересные у меня здесь в частном доме мы молимся и прежде приходит сюда руководитель там из отдела регистрационного у нас присутствует могут нас на собрании когда идет на богослужениях никого не касается приходит профессора тут у нас кого только не бывает власти никто ничего не трогать так это мы центре находимся а уже ниже там район деревня вообще никто не смотрит не но это 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 понятно я знаю все как устроено и у вас и я сам с украины кстати там где никита с тех же краю вот но опять таки если построен дом их с хорошей системой кондиционирование климатической установкой и какая-то зараза приходит начинает туда ядовитый газ пускать мы не будем винить эту систему кондиционирования на самом деле очень у нас этого ничего нету построил ты хорошую тебя это деревню нас построили мы строим из самона глину мешаем соломой и построили все а потом кирпичом обложили никого не касается это совершенно никого и тут приезжает все начальство до краевого еще побыли в гостях и пошли какую хочешь ограду какой хочешь в фасад делай себе что хочешь сажай это не касается совершенно не касается в доме вот воспитаем детей как никого это не касается вот у нас собирает иногда глава города это мэр города сейчас мэр нас не градоначальник мэр города и все конфессии они называют то есть час секундочку как тут зашел курьер извиняюсь курьер приходил у меня у меня до меня такой вопрос давайте от этого всего отстранимся почему потому что уровень организации он бесконечен и оптимизации жилищного хозяйства или городского строительства вот так как бы я считаю что здесь здесь конечно прогресс в этом достигнули ну серьезный но потому что было стабильное христианское государство здесь большинстве 6 люди 40-50 лет это совершенно замечательнейшие люди скромные такие но я не знаю то есть а вот это вот вот это массовое телевидение вот эта вся эта информация она просто разъедает сейчас все вот и политики вот но вопрос даже не в этом вы мне скажите по поводу головного покрова у женщин вот платка да какие вот духовные или библейские моменты вот для понимания этой важности вот именно покрытой этот платок показывает кто она женщина или какой-то гемафродит это очень много показано вот у нас принято даже маленькая девочка на улице не имеет права выходить без платка и в школе сидят все в платочках а уж церкви сам видел какой у нас какой порядок как одет это это настоящий православный хиджаб заключение вот знаете теорема мы доказываем а в конце идет заключение вот они дали заключение а доказательства всего до этого я не видел ну какие то есть давай договоримся что мы православные христиане мы признаем что божья матерь есть посмотри как она одета или у вас ее как рисуют с крашенными губами без платка в брюках вот образец для нас дальше сохранились иконописные лики святых посмотри мы же православные смотрим картины репина репина это один из самых сурикова боярни морозов везут она крест показывает какое было одеяние маленькие девочки стоят старые снимки сохранились много снимков еще прошлого века все платочках мужчины с поясами рубаха длинная с поясами стоят вот и все работали ну это другая эпоха была ничего у нас устав восстановление деревьев на старинных христианских благочестивых обычаях у нас прямо записано и в отделе регистрации отдел юстиции там наш устав находится и написано что на территории деревни у нас при входе в деревню пять дорог заходят и везде таблички на территории деревни курить запрещается и за двадцать шесть лет никто не закурил отовсюду люди едут а то бог делает молитва бог вот так аят что ты мне указываешь я курил и курить буду этого нету к нам лагерь приезжали корреспонденты разные и они тут познакомились а так потом уже сказали а мы горит вот с этой корреспондентами старые такие оба уже мы горит вон там строение заброшенное колхозное мы горит там спрятались в бурьян легли и маленько покурили а потом горит что мы делаем то и все не положено курить женщина вылазить из машины а сама брюках мы стоп мы принесем платье церкви она никогда не зайдет у нас да вы что то вы ничего не сделаете но наш как оазис какой горта а здесь истинной веры мы ничего еще на себя не берем не положено и весь сказ не один не закурил за двадцать шесть лет а приезжали разные разные люди вот смотрите гей парады прошли по украине то есть сразу там смута вот отец андрей ткачев то связывает это все с одним в грузии пошли а там мой крестник евреи отец на ум израильевич и он говорит у нас намечается парад но тут люди готовятся то есть разные дубины там все готовят как только они пошли как вышли священники толпами кого когда полиция едва едва успела схватить этих садомитов в машину затолкали и все разгромили все больше нету ни одного все я у меня спрашивает какие лозунги взять с собой это из писания то ну я ему написал они тоже написали он в грузии идут с этими плакатами там было вот мы видим саакашвили то вымели его оттуда он из америки михаил майкл жизнь в австралии благая такая богатая расслаблено три рта что ли у него у нас тоже богатые есть тут никто никуда не пойдет у меня есть мой бассейн у меня есть мой двухэтажный дом и я здесь за забором они там пускай что хотят то и делать то есть здесь такого не будет уже расстрелили это только думайте не знаешь в россии все было в один день перевернули в одну ночь и царя расстреляли только бога прогревайте сейчас мусульмане нахлынут или кто-то начнется травли как на украине белые красные и ничего ни одного бассейна не будет все изымут украина по натальше и устроили голод голодомор 5 миллионов валялись я не знаю точную цифру сколько вот и все какая была германия вдруг гитлер пришел из развалин поднял страну и всего несколько лет прошло у бога всего много к сожалению мы не можем выйти с дубинками с плакатами и потому что выйдет только два человека они 22 все остальные скажут мне нужно что-то то есть к сожалению у тут этого не будет я не призываю к этому я говорю что вот я видел записано все как в грузии а бог сделал объединил людей как один человек все вышли и полиция ничего не могла сделать поднял господь и полицию беркут все задавили на украине снайперов наняли приехали они и отстреливали своих там десятками все разошлось у бога всего много поэтому молись но у нас пока ничего этого нет что говорите особенно строительство задевает кому какое дело как я хочу хоть пять этажей строй были бы у тебя средства у нас работает сколько коров может держать овещек другой свиней держит одни птицу держит другой пчелы разводит делай что хочешь сесть что хочешь ты никому не нужен проверять тебя не будут а вот он фермер у там уже они как так что-то платят и вот рядом у нас он начал у него 40 что ли гектар как-то он сумел это взять то а сейчас у него 7600 рядом селе евгений долгом 7600 гектаров он договорился на пивзавод там 2000 гектаров еще меня ну и так проще это пожалуйста трудиться какие хочешь машины заказываю выписывай зарубежные комбайны были бы деньги а деньги там где работают у нас игорь не может никак хороший комбайн купить так поддержанное покупает я так переживаю за него если бы я разбогател но у меня быть там миллионов 100 хотя бы было я бы их один год растратил дороги провел бы а я за свой счет все делаем живем дороге уже проложены пруды восстановлены но работаем и работаем а работает защиты дети здоровые вы здоровы тинуме это 78 лет а я ничего не болеет а едва сгибается это не болезнь это организм изношенный грея только не бывал я ни одной таблетки не сел мета не надо никуда не придешь они знают я свой никто не приглядывается ко мне вот конфессии разные городка это ереси собирает городское начальство мы сидим тут мусульмане буддисты там кришнаит и кого только нету здесь никакой войны нету все открыто свободно и хорошее отношение то есть в религиозном плане наш алтайский край особенно тихий старообрядцев разных там толков и поповцы беспоповцы все это перед мэром города и ни одного слова никто не скажет главное чтобы мы жили мирно об этом говорит я сижу а мусульманин выходит сижу в первом ряду городское совещание идет религиозных деятелей а один вышел там помощники мама и говорит вот вы говорите что экстремизм у вас свои православные есть и против мусульман воюет а там вышел на то который то руководит это кто ж такой у нас есть а он на меня вот так пальцем я в первом ряду сижу а вот он сидит перед вами так там занялись исследованием краевая администрация спрашивали мне меня одних-то ничего нету ничего нету он сказать-то сказал а ничего не знает я с ними беседовал и сказал что христос спасает его кровью спасаемся на баране туда не заедешь в рай курман байрам тебе там не поможет у нас иса ваш иса наш иисус это разные персонажи наш умер и воскрес для нашего оправдания и он не он ни одного слова не мог не доказать и меня никто не проверял даже меня и не спросили нужны нет как-то позвонил один из из местного фсб это кгб бывшая то вот игнатий тихонов счет у вас кто-то приезжал там с востока был здесь я говорю что а вы не скажете кто я говорю вы кому звоните ну вам вы с моей биографии ознакомьтесь потом звоните и положил трубку все больше не сразу не позвонили но он спрашивал которые сидели я вы в разработке были у вас кличка было все были я написал в кгб а какая у меня была кличка не ответили не было под имени фамилия мыши почему почему я спрашиваю потому что меня первый допрос я уже теперь свидетельствую следователи исследователь принял крещение с полным погружением начальник тюрьмы умер по-христиански это благодать особая благодать особая харизма вот по такой парадигмой работаем в тюрьме сидит батюшка там то и играет то что разрешается там шахматы а я молюсь пять раз в день по полтора часа каждый день а с восьми до десяти проповедуя камеры открытые охранники с двух этажей собираются вот как бог делает а знал я ничего не знал а внутренне просто меня как кто-то на руках несет начинай говорить евангелие даю считать три человека на 70 которые не курят вымойте руки один наблюдающий ни один не закурит пока я проповедую вот как бог делает защиту дает один там на меня что-то начал заключенный а то кто-то услышал старшему сказали его растянули руки ноги его рот заткнули грязной тряпкой начали его допрашивать их чё к нему лезешь ты так он не знал куда бежать тряпку-то выклал кричит отец и гнатис спаси меня убивают вот и все это бог делает это нельзя сделать самому я не подыгрываю никому просто еду и все сейчас надо дрова перевести 150 километров звоню у которой вот евгений долгов то он говорит у меня нет машин я нанимаю там но сейчас урожай вывозят урожай каждая минута дорогая это ему надо а другие машины сломались и вдруг приехал наш этот с украины малыш роман здесь заказывает камаз прицепом накупил там эту кровельное железо целый огромный кузов это пенопласт толстого там утеплителя ну и там счетом что-то такой баки огромные баки для воды туда а теперь оттуда заговорился за 12 тысяч я говорю оттуда дрова привезет а игорь на своем коне там как чашка такая то поднимал и там уложили привезли 20 кубометров дров 20 кубометров и мы уже вчера до обеда сложили все сразу явилось позвонили 10 человек у нас видишь как все и мы все засняли смотри только на нашем видео канале увидишь как привезли разгружали как мы с поленицей возились мы все выставляем это интересно людям как с нуля начинать работать помолившись помолившись и трудиться у нас работа одна за другой в очередь стоит мы все сами делаем первый раз приехали батюшка взял лопатую и плуга ничего нет скопали посадили к осени уже выражает ну а потом теперь лошади завели уже там плуг а теперь ничего этого нет уже настоящие трактора где надо нанять соседняя деревня приеду спашить тебя надо привезут были бы деньги ну кстати вы голубей выращиваете да ну ухаживать три голубятни дам а я вот думаю я скуку вот и вот так стоит пока сейчас одну минутку ну голубей вот так они там прямо и живут а понял вот она смотри крылышка она не перерезала это в комнате видишь какой у нее щупчик-то шиньончик и они летят в воздухе вот так вот переворачиваются вот и я в комнату принес чтобы подправить ее вот она какая красота он сейчас в городе у нас прошли совещание и газета вечерний барнаул напечатала заголовок в каждый дом голубятню в каждый дом чтобы люди держали почему это эстетика дети делаются более мягче занимаются у меня элемент воспитания разное у меня семь пород было разных и при том я никогда ни одного рубля не отдал за них люди жертвуют и кому я даю ни рубля не взял вот у меня за стенкой квартира там жили брат жил 14 лет я ни рубля не взял я не понимаю как братья сам по квартирам ходил хоть и платил но я знаю поэтому опыт приходит я понимаю как я с верующие что-то брал бы даже подумать страшно мой брат во христе а я бы брал с него у нас этого нету совсем видишь к этому так что лучше потеряевки некоторые люди были лучше играть не знаю я в америке был брат в германии в австралию ездил отец аким к илариону когда он там был ну нигде нету мы домой стараемся у нас под окном крапива растет там в рост человека никому это не надо она фотогенично так выглядит я выковырю маленько то виноград разводи виноград здесь растет виноград вот сегодня у нас считай 1 декабря 1 декабря а особых морозов то еще и нету земля еще голая погода сильно изменилась а раньше в это время уже 40 45 градусов мороза было это да мне нужно идти работать вот под москвой то когда гитлер подпер под самую москву уже на окраинах то и в это время дивизии целые в полушубках из сибири сибиряки пришли обстановку так то изменил а для них зимней одежды не приготовил адольф гитлер то но и все это сыграло бы положительную роль дороги там и проще это и немцев подбросили километров на рано 70 от москвы сибиряки везде их как бросали на трудные участки народ очень крепкий тут все время соревнования моржи на улице градусов 30 прорубь и они в проруби там плавают люди голые да я знаю это такое там народ у вас если знаком минус сибиряк то это страшно но если с плюсом так это красота у нас прорубь продолбили виктор сидит проруби моется а рядом батюшка все в шапках и собака рядом на снегу на игнатий тихонович позвольте откланяться мне нужно обязательно все работе спасибо большое спасибо большое благослови вас господь хорошо спасибо давай